Трасса Тимрюк-Краснодар-Кропоткин. Женщина за рулем иномарки выехала на встречку. Четырехлетний мальчик погиб. Еще двое детей попали в больницу. Та же дорога днем раньше. Иномарка вылетела на встречную полосу и ударилась в отечественную шестерку. Водители и пассажир погибли. Пешеход, бросившийся на помощь к месту аварии, там же сбит насмерть встречным автомобилем. Полицейские сводки гораздо красноречивее любой социальной рекламы. Причем в большинстве случаев ДТП происходят не потому, что плохие дороги или из-за погоды ухудшилась видимость. Одной самых частых нарушений – выезд на встречку, чтобы быть быстрее и обогнать остальных. Непростую ситуацию на дорогах сегодня обсудили на рабочей встрече губернатор края Александр Ткачев и начальник краевого управления МВД Владимир Веневский. Неосторожность самих водителей приводит к летальным последствиям. Цифры человеческих жизней, по словам Александра Ткачева, ужасающие. За полгода погибло больше 600 человек. И это несмотря на то, что организация безопасности дорожного движения на Кубани – одна из лучших в стране. На федеральном уровне нас оценили и работу полиции, и администрации края в области обеспечения безопасности дорожного движения. И отметили нас, и Московскую область. Это, конечно, очень приятно. Но мы, конечно, знаем, у нас огромное количество еще есть недостатков, те же пробки. Мы, естественно, имеем вместе с федеральным центром серьезные планы по реконструкции дорог. Но, тем не менее, хочу сказать, что в различные мероприятия по повышению безопасности на дорогах мы из бюджета региона направили уже более двух миллиардов рублей. Установка комплексов видеофиксации – как один из вариантов снижения количества аварий на дорогах. По словам специалистов, присутствие большого брата влияет на водителей в лучшую сторону. Страх попасть в камеру порой сильнее страха потерять собственную жизнь. На Кубани в ближайшем будущем установят 200 комплексов видеофиксации нарушений «Ураган». По количеству таких видеокамер с фиксацией мы занимаем второе место после Москвы. И это действительно очень важно. Мы видим, насколько это эффективно, и насколько это снижает, естественно, аварийность на дорогах. Я считаю, что если брать по европейским нормам, то мы еще, так сказать, далеки от совершенства, и мы должны удвоить, утроить количество видеофиксаций. И в этой части мы будем планомерно в течение трех лет, конечно, тратить средства для того, чтобы это все сработало. Вопросы безопасности на дорогах нашего края. Благодаря, наверное, таким принятым мерам нам удалось все-таки снизить тяжесть последствий. Это погибших и раненых. У нас произошло снижение достаточно так на 4,8%. У нас тяжесть последствий уменьшилась здесь. Мы больше устанавливаем, наверное, видеокамеры. Тем самым граждане наши будут безопаснее чувствовать себя на дороге. Будут не так быстро ездить. Это дисциплинирует людей, да? Да, дисциплинирует людей, конечно. И как бы эта дисциплина сегодня передается, наверное, всем, буквально участникам дорожного движения. Место, где люди уже стали чувствовать себя безопаснее – улицы, городов и станиц. Об этом говорит статистика. В общественных местах, по словам Владимира Веневского, стало гораздо меньше грабежей и мошенничества. В ближайшие месяцы особое внимание полицейских вновь будет приковано к Сочи. Меры безопасности усилят перед проведением Международного экономического форума и заезда в Формулы-1. Помогать правоохранителям будут казаки. Возрастла нагрузка на личный состав, который сейчас работает в таких тяжелых условиях. Ну и могу сказать, что очень большую роль нам здесь, конечно, сыграло наше казачество, которое помогает, которое вот благодаря вашей поддержке сегодня эта работа проводит. Патрулируя улицы после 10 часов вечера вместе с казаками, полицейские смогли добиться снижения уровня подростковой преступности почти на 15% за полгода. И это еще раз говорит об эффективности детского закона, заметил Александр Ткачев. Но главной оценкой работы полицейских должны стать не красивые цифры на бумаге, а доверие к людям в форме. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар.